МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зелёную – низкий риск, жёлтую – со средним риском и красную группу – с самым высоким риском и угрозой не только заморозки счетов, но и полной ликвидации. Как не попасть в красную зону и как выбраться из красной зоны, если вы уже там, знает Сибнефтегрупп. Главные события дня в программе новости Сургут-24. Здравствуйте. В студии Александр Маковей. Вот несколько тем этого выпуска. Провокация и ложь. Так прокомментировали резонансное видеообращение Раи Мамедовой и её соотечественники, представители национально-культурной диаспоры. Историческое возрождение. В Сургуте в этом году распахнёт двери для прихожан Свято-Троицкий кафедральный собор. Ожидается, что великий чин освящения проведёт патриарх Московский и всея Руси. И праздник для горожан и гостей Сургута. На центральной площади устроили соревнования по катанию на коньках, шоу от юных хоккеистов и выступления местных моржей. Провокация и ложь. Так прокомментировали видеообращение Раи Мамедовой, где та заявила о притеснении азербайджанцев в Сургуте. Её соотечественники, представители национально-культурной диаспоры. Напомним, что женщина записала ролик для зарубежных СМИ. Рассказала, что к азербайджанцам якобы плохо относятся в нашем городе и югре. Обвинила прокуратуру и суд в коррупции. Раи считает, что за высказывание в общедомовом чате летом прошлого года её хотят посадить в тюрьму. По уголовному делу Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Представители диаспоры, которые ранее вставали на сторону женщины и даже защищали её в суде, сейчас выпустили обращение к своим соотечественникам. В нём они опровергли сказанное Мамедовой и заверили, что за 30 лет проживания в Сургуте не сталкивались с притеснениями на национальной почве. Мы живём с всенародом, всенациональностью, дружно, как по-братски. Дай Аллах всем здоровья, у нас никакой проблемы нету. Живём дружно и мирно. Дай Аллах всем здоровья, счастья. Россия для нас — это вторая страна, вторая родина. Это всё ложь. Слухи вышли, что русские нас здесь какие-то проблемы делают. Это всё ложь. В суде Раю Мамедову защищал заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. После несогласованных заявлений своей подопечной он отказался быть её адвокатом. Кроме того, отметил, что ранее был осведомлён о желании записать обращение и выступал категорически против, поскольку это является нарушением меры пресечения, избранной судом ранее. Теперь УФСИН Югры требует изменить степень ограничения личной свободы Мамедовой. Ходатайство об этом суд рассмотрит на очередном заседании 25 января. В Сургуте возобновилась серия судебных процессов против Андрея Капайгоры. Некогда успешный бизнесмен теперь отвечает по обвинению в совершении преступлений по девяти статьям Уголовного кодекса. Ущерб, предполагают следователи, оценивается в сумму, близкую к миллиарду рублей. В числе потерпевших – дольщики жилого комплекса «Любимый». Два дома под условными номерами 1 и 2 должны были быть сданы около пяти лет назад. Однако люди из категории потенциальных новосёлов перекочевали в окружной реестр обманутых покупателей недвижимости. Лишь в последние несколько месяцев на строительной площадке вновь закипела жизнь. К работам приступили подрядчики, выбранные окружным фондом защиты прав дольщиков. Андрея Капайгору обвиняют в мошенничестве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, нарушении правил сдачи государству драгоценных камней и металлов, незаконный оборот последних, а также в злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве. Пока суд находится на этапе изучения письменных материалов дела. Совокупный объём – 144 тома. Адвокат Андрея Капайгоры сегодня просил приобщить несколько документов для подтверждения аргументов стороны защиты в части незаконности и необоснованности претензий о неправомерных действиях при банкротстве завода «Элкап» и злоупотреблении полномочиями. Ходатайство о прикреплении объявления о проведении торгов, параметров публичного предложения, стоимости активов было удовлетворено. Также адвокат просил исключить из материалов ряд доказательств, которые должным образом, по мнению стороны защиты, не были оформлены, когда их приобщали к делу. Обвинитель возразил, уточнив, что все ссылки указаны в конце тома с соблюдением всех требований. Суд заметил, что исследование письменных доказательств только начато. Позади 18 томов уголовного дела. Полагаю, что на данной стадии признавать какие-либо документы недопустимыми доказательствами и исключения, если доказательств нецелесообразны, поскольку не установлены, имеются ли данные документы в остальных материалов уголовного дела, каким образом они заверены, каким образом они представлены. В связи с этим, учитывая, что все доказательства судов исследуются в совокупности с другими доказательствами, представляемыми как страной винии, так как страной защиты, предполагаю, что на данной стадии оснований для признания каких-либо документов недопустимыми и исключения их числа доказательств с учетом, что изложено, не имеется. Количество рассмотренных административных дел в Сургутском районе выросло на 4% по сравнению с 2021. Всего за прошлый год их было 643. 80% из них связаны с нарушением закона о тишине. В 2022 жители уличали в создании сверхнормативного шума 448 раз. Из них почти 80 – это повторные нарушения правил. Отмечу, что в случае, если человек второй раз пренебрегает требованиями закона, то сумма штрафа увеличивается с 500 рублей до 5 тысяч. Всего у нас штрафов назначено обществом 521 800 рублей. Из этих штрафов взыскано 425 300 рублей. Но если с учетом еще взять тех штрафов, которые у нас взыскивают судебные приставы исполнителей, то получается сумма чуть больше 504 тысячи рублей. Нарушали в прошлом году жители и правила благоустройства. По данной статье рассмотрели более 200 дел. Большая часть из них касалась несоблюдения мер по поддержанию эстетического состояния территории и размещения транспорта на газонах и озелененных территориях. Что касается последнего, то чаще всего автомобили в неположенных местах парковали в Солнечном, Ленторе, Белом Яру, Федоровском. К сожалению, у нас иногда граждане решают сами пресечь данные правонарушения, пойти и сделать замечание нарушителю. Чего не рекомендуем делать, поскольку есть уже такие случаи, когда такое замечание выливается в конфликт. Затяжной причем конфликт между соседями. И еще неизвестно, чем этот конфликт может закончиться. Поэтому любое нарушение, всегда надо звонить, обращаться в отдел полиции. Телефоны все есть на сайте у всех, есть либо единая диспетчерская служба, также телефон уже у нас у всех известен, все знаем. Историческое возрождение. В Сургуте уже в этом году распахнет свои двери для прихожан вновь построенный Свято-Троицкий кафедральный собор. Об этом рассказали губернатору Наталье Комаровой, представители духовенства сегодня во время осмотра здания. Главе региона поведали и о некоторых уникальных архитектурных решениях, примененных в ходе возведения поистине монументального сооружения. Напомним, что в Сургуте соборная Свято-Троицкая церковь была построена еще в 19 веке и долгое время была единственным каменным сооружением в поселении. В 30-х годах прошлого столетия здание было решено снести. Спустя многие годы место для повторного возведения собора лично определил патриарх московский и всеяруси Кирилл. Новый собор будет, как и его предшественник, иметь ряд уникальных характеристик. Например, сможет похвастаться самой большой шириной купола среди храмов Сургута – 18 метров. Первую службу планируется провести здесь уже в марте, еще до официального чина освящения. Опробуем, чтобы подготовить к великому освящению, чтобы все было у нас в комплекте, все хватало, проверим, что у нас еще чего не хватает. Ну, в принципе, все, слава Богу, складывается благополучно. Да, успеваем, вот, к великому освящению, к концу мая, назначено время, конец мая, великое освящение. Планируется, что чин великого освящения проведет патриарх московский и всеяруси Кирилл. Ранее открытие храма было запланировано на осень прошлого года. Однако было перенесено из-за того, что некоторые работы были не завершены. На данный момент строительство окончено, продолжается отделка помещений. Санкт-Петербургский завод «Кировец» известен по всей России и даже за ее пределами. В Сургуте уже два десятилетия существует официальный дилер предприятия. Однако компания занимается не только реализацией и обслуживанием тяжелой техники, но и разрабатывает чертежи деталей для таких автомобилей. Ведь с поставкой импортных компонентов машин на рынке есть сложности. О том, как планируют расширить сферу деятельности компании и чем в этом вопросе может помочь регион, расскажем в следующем сюжете. Сейчас в Югре эксплуатируется 2000 единиц техники производства Санкт-Петербургского тракторного завода «Кировец». В Сургуте уже 20 лет существует официальный дилер предприятия в Югре, Тюменской области и на Ямале. Общество техсервис «Инжиниринг» не только реализует продукцию завода, но и занимается сервисным обслуживанием, ремонтом и разработкой новых моделей тракторов. Одна из таких ноу-хау этим летом поедет в Антарктиду. Изучив все климатические условия нашей местности, мы выявили потребность в создании новых машин, которые именно адаптированы под наши условия. Да, у нас есть совместные разработки с нашим заводом. Так создана энергетическая мощная база, которая называется К-708УМ. Эта машина прошла большие эксплуатационные испытания у местных заказчиков, показала свою экономическую эффективность и после этого ежегодно включается в план закупа наших постоянных заказчиков. И даже в этом году с Антарктиды к нам пришел заказ на эту машину. Благодаря хорошей тяге и низкому давлению на грунт эта машина имеет высокую проходимость, что в болотистой местности, где обычно и работают, например, нефтянники – главный показатель хорошей техники. В 2020-м организация совместно с заводом создала машину, которая готовит зимники. Прошло эксплуатационное испытание в компании «Сургутнефтегаз» и выявила в результате испытания свою экономическую эффективность. Что показала в результате испытания эта машина? Она показала, что сокращение стройков строительства зимников в три раза. И если ранее зимники строили три единицы техники, то она справилась со строительством зимников одна. Занимаются в техсервис инжинилинг и чертежами запасных частей для импортной техники. После бумаги отправляют на завод в Санкт-Петербурге, где детали изготавливают для заказчика. Активной этой работой начали заниматься в прошлом году, когда начались проблемы с поставками зарубежных запчастей. Вопросами импортозамещения занимается и правительство округа. У нас создан отдельный центр, который связан с вопросами импортозамещения. Он существует на базе фонда развития Югры. Чем он занимается? Это как раз аккумулирование тех потребностей, которые существуют у наших предприятий, наиболее таких горящих позиций. И, соответственно, поиск, либо приобретение их на рынке России, либо, вариант номер два, возможная организация производства на территории Югры. Безусловно, мы заинтересованы, в первую очередь, во втором варианте. Но для оперативности, конечно, работаем с коллегами из других регионов, для того, чтобы была возможность заместить. К слову, в ближайших планах у компании расширить площади, чтобы развести процессы по разным цехам. Планируем там на площадке построить новый цех, который, как вы видите, мы сейчас ютимся в одном цеху, занимаемся и доработкой тракторов, и проведением полнокомплектного ремонта. Хотим построить цех для того, чтобы уже отделить эти направления и, соответственно, производить доработку новых тракторов в другом отдельно стоящем здании. И для этого планируем приобрести станки усовершенствованные, новые, которые будут соответствовать всем тем требованиям, которые предъявляют нам на сегодняшний день наши заказчики, технические условия и стандарты заводов-изготовителей. Часть затрат на приобретение данного оборудования для масштабирования компании может возместить регион. Для этого у нас есть институт развития, который работает с точки зрения градации, если это блок МСП, то есть, соответственно, региональная гарантийная организация, фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Если мы говорим о более крупных инновационных проектах, то это фонд развития. И это позволяет покрывать сектор с объемом инвестиций до 500 миллионов рублей. То есть это уже и малый, и средний бизнес. Также для замены оборудования можно воспользоваться льготным кредитом. На сумму до 500 миллионов рублей ставка по такому займу будет составлять от 1 до 3%. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут-24. Сургутянам заплатят за мусор. В нашем городе открылся еще один пункт приема вторсырья. Новая точка расположилась на улице Учебной у входа в парк за Саймой. Отличительная особенность этой локации в том, что жителям будут платить за отходы, отправленные на переработку. Например, за килограмм бумаги можно получить 5 рублей, за пластиковые бутылки из-под воды и бытовой химии – 12 рублей, а алюминиевые банки будут принимать по цене 40 рублей за килограмм. Помимо этого сдать также можно будет металл и пленку. В скором времени начнут прием стеклянной тары. Из пластика можно сдать те же самые 5 пэт-бутылки, ПНД-канистры, пленку, макулатуру, всю, которая только есть. Те вторичные ресурсы, которым можно дать вторую жизнь, они непосредственно пойдут на переработку. Они на свалку. Также планируем по нашему городу Сургуту открыть еще таких 3 пункта. Плюс сейчас работаем с районной администрацией для того, чтобы открывать в других городах нашего региона. В Сургуте 20 тысяч студентов и школьников активно пользуются Пушкинской картой. Напомним, что это федеральная программа, которая позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и выставки. На год по такой карте предусмотрено 5 тысяч рублей, которые можно потратить в культурных организациях. В 2022-м юные любители искусства по такому абонементу купили в Сургуте около 7 тысяч билетов на различные мероприятия. Как отметили в администрации города, по Пушкинской карте молодежь может посетить почти любые музеи, театры и культурные центры. Это 8 муниципальных учреждений культуры, среди которых и Сургутская филармония, и два музея, краеведческие и художественные, историко-культурный центр Старый Сургут, многофункциональный культурно-досуговый центр, централизованная библиотечная система, городской культурный центр. По большому счету, все муниципальные организации культуры предоставляют услуги в рамках Пушкинской карты. Ну и кроме того, конечно, это государственное учреждение культуры, это Сургутский музыкально-драматический театр, это автономная некоммерческая организация «Россия. Моя история». И кроме того, четыре организации кинопроката. Настоящий праздник для горожан и гостей Сургута в минувший уикенд организовали в парке развлечений на Центральной площади. В честь официального открытия на площадке устроили соревнования по катанию на коньках, шоу от юных хоккеистов и выступления местных моржей. Опробовала лед и наша съемочная группа. Валерия Кудрявцева и Денис Зонов узнали, как можно провести время на самом большом катке в Тюменской области. Мы только реализовывали этот проект. Проект, я считаю, получился. Проект стал возможным при тесном сотрудничестве бизнеса и администрации города. Мы надеем и в дальнейшем тиражировать этот опыт. Опыт, на наш взгляд, получился положительный. Люди с удовольствием приходят на каток. Безусловно, шемчужиной данного парка стало открытие катка. Для жителей города мы работаем с 11 утра до 23.00. И много добавилось в детское развлекательное оборудование. Чтобы не испортить впечатление от отдыха длинными очередями, в Югропарке открыли четвертую кассу. А чтобы как можно больше желающих смогли покататься, закупили дополнительно тысячу пар коньков. Это размерный ряд от 24 до 46.00. Хоккейные и фигурные. Размер катка по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. И теперь его площадь 8 тысяч квадратных метров. Тем самым он стал самым большим катком в Тюменской области. Поэтому места здесь хватит как новичкам, так и профессионалам. Площадка классная, вообще здорово. Мы были в прошлом году, вот это помещение даже его увеличили, потому что оно было меньше. Сейчас там тепло, хорошо. То есть, ну, вообще классно. Кафе с детьми приезжать, вообще здорово отдыхать. Ну, мы на прошлой неделе были. А вот, друзья, здесь все приедут. Мы приехали, очень нравится, супер, все классно. Нравится, что он такой большой. И вообще нравится, что так организованно. Есть и погребные мероприятия, тюбинги есть, тоже прикольно. Вообще, как бы, да, стараемся часто, но на этом катке мы первый раз. Чем нравится площадка вообще? Ну, площадью, большой площадью. Соответственно, людям не будет теста. Также вот эти поддержки, как бы, для начинающих очень хорошо. Ну, и не для начинающих, я смотрю, видите, уже устали, решили покатать, решили покататься не на коньках. После того, как вы устанете кататься на коньках, можно прокатиться с ветерком на тюбинг-крусе. Это такой аппарат, похожий на карусель, только вместо сидений здесь мягкие и удобные тюбинги. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в принципиальном матче Российской Суперлиги на своей площадке принимал Нижневартовский Самотлор. Встреча первого круга завершилась не в пользу сургутян. Ответная игра также началась под диктовку восточных соседей. Уступая в стартовом сете с разницей 3 очка, 18-21, «Газпромовцы» в самой концовке отыгрались. Дмитрий Красиков, Вадим Жиганов и Раджаб Шахбан-Мирзаев принесли сургутскому клубу победу 25-23. В первой партии хорошо вошли в игру, ввели преимущество плюс 4, растеряли его в конце партии за счет неуверенного приема. И поэтому сургут выиграл первую партию. Если посмотреть на цифры, много ошиблись мы на подаче. То есть вот эти показатели и сыграли на результат. У нас все игры, все партии заканчиваются на больше-меньше. Мы вот где-то рядом, рядом, рядом. И нам надо было перебороть себя и сделать этот шаг. Именно набрать победное очко. Я сегодня рад, что мы это сделали наконец-то. Первая партия показала это, что мы смогли, дожали и мы умеем это делать. Матч закончился в трех партиях. Второй и третий сеты стали для вортовчан еще короче, чем стартовый игровой отрезок. «Газпром Югра» допустил минимальное количество ошибок. 15 во всех компонентах игры. В то же время у гостей их было ровно вдвое больше. Плюс к тому, хозяева площадки лучше принимали мяч и атаковали с большим процентом результативности. Лидером в нападении стал доигровщик сургутской команды Дмитрий Красиков. Итог встречи 3-0 в пользу «Газпром Югры». У нас была полоса, скажем, невезения и не очень качественных игр. Был психологический груз, тем более югорское дерби. Это чувствовалось и на тренировках, и в глазах ребят. Но они молодцы. Поздравляю команду и болельщиков с победой. «Газпром Югра» мог продлить победную серию. Тем более, что встречался со своим соседом по турнирной таблице. Нижегородским клубом АСК. Проведя практически безупречный первый сет, в последующих сургутские волейболисты показывали волейбол очень скромного уровня. Достаточно сказать, что каждый пятый мяч с подачи попадал в площадку, не встречая должного сопротивления от сургутян. Итог встречи 1-3. «Газпром Югра» остается на 12-м месте в турнирной таблице. И в ближайшую пятницу примет дома новоуренгуйский факел. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала «Сургут-24». Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего. До свидания. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамеры в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс «Насайме». «Насайме» буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в «Сургуте» 765-708. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. «Авторадио» Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще «Авторадио» – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. «Авторадио» любят. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. «Авторадио», «Энерджи», «Дача», «Русский хит», «Лаврадио». Позвони 221-222. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова